Здравствуйте! Вы смотрите совместный проект Главного управления МЧС России по Владимирской области и телеканал «Вариант» программу номер 112 в студии Евгения Плаксий. Сегодня ночью жители Владимирской области примут участие в традиционных крещенских купаниях. О мерах безопасности при проведении этих мероприятий поговорим в этой программе, а сначала коротко об основных событиях уходящей недели. 11 января пожарные города Коврово тушили пожар на площади 450 квадратных метров на складе сена мясокомбината по адресу Северный проезд, дом 2. Сообщение о пожаре поступило в 11.27 и спустя несколько минут пожарные подразделения были на месте. В результате пожара погибших нет. В ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники 24 человека. 14 января на пожаре в городе Ковровь была спасена женщина-инвалид. Тревожное сообщение поступило в 12.40. Звонили взволованные прохожие, которые сообщили, что горит квартира на 9 этаже в доме номер 102 на улице Комсомольской. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Уже на пути следования пожарные увидели открытый огонь на балконе. Прибывшие к месту вызова огнеборцы приступили к вскрытию квартиры. Соседи рассказали, что в квартире находится женщина-инвалид. Попав в квартиру, пожарные быстро нашли пострадавшую и вынесли ее в безопасное место и передали врачам скорой медицинской помощи. Благодаря быстрым и грамотным действиям огнеборца удалось справиться с огнем, не дав ему распространиться на всю квартиру. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Основная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники МЧС Владимирской области обеспечили пожарную безопасность в мероприятии с массовым пребыванием людей, которые проводились в рамках празднования Старого Нового года. Прошедшие выходные в области функционировали 11 праздничных площадок, где проводились массовые мероприятия, а также использовались перетехнические изделия. На каждой площадке дежурили сотрудники МЧС. Происшествий допущено не было. Возвращаемся к главной теме. Сегодня ночью в регионе пройдут традиционные крещенские купания. По предварительным подсчетам в них примут участие 12,5 тысяч жителей Владимирской области. Всего в регионе подготовлена 51 прорубь. Оборудованием объектов занимались органы местного самоуправления, а приемку и свидетельствование осуществляют инспекторы госинспекции по маломерным судам МЧС России. 51 купель должны быть готовы к 11 часам пятницы, после чего инспекторы госинспекции по маломерным судам обследуют все объекты и составят акты готовности. Если где-то будут допущены нарушения, то купель просто вычеркнут из списка разрешенных. Из 51 объекта 4 находятся во Владимире. Это водоемы Глубокая и Заклязьминские, Семязина и Гусинка. Требования к оборудованию купелей, полутораметровая глубина, отапливаемые палатки на берегу и дежурный спасательный пост. Как правило, два входа и выход, то есть две лестницы, чтобы не было пересекающихся потоков. Очищены от водных растений, коряк, камни. Как правило, делается короб, либо ограждение, препятствующее уходу людей под лед. На всех объектах ночью будут дежурить бойцы пожарно-спасательных подразделений и инспекторский состав ГИМС. Находиться на водных объектах будут инспекторы госавтоинспекции. У каждого места массового выхода на лед организуют парковку и будут ограничивать движение транспорта, чтобы предотвратить происшествия с пешеходами. Предполагается, что примерно на 50 объектах будут сделаны самовольные неразрешенные купели. Там будут нести службу правоохранители, которые могут составить штраф за нарушение правил. Учтены места возможного купания, в кавычках, несанкционированного. Далее с епархией и на местах с настоятелями определены 83 объекта религиозного культа, где будут проводиться те или иные мероприятия. В нашей традиционной рубрике «Практический совет от МЧС» мы рассказываем о правилах безопасного поведения в той или иной ситуации. Сегодня рассмотрим правила безопасности при крещенских купаниях. Системное моржевание способствует оздоровлению, а вот погружение в прорубь один раз в году – серьезный стресс для организма. Сегодня мы рассмотрим основные правила и запреты при купании в купели в крещенскую ночь. Окунаться следует только в специально оборудованных прорубях. Место купели должно быть расположено недалеко от берега. Обязательно возле проруби должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде. Глубина проруби не должна превышать полутора метров. Ну и, конечно, в местах купания должны дежурить спасатели и медработники, и представители других ведомств. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделать разминку, либо пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легко снимаемой обуви. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в прорубь была устойчивой. Окунаться лучше по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Также никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. При входе в прорубь первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Не находитесь в проруби больше одной минуты, так вы можете избежать переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать. После купания обязательно разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Ну а теперь рассмотрим, что же запрещается. Запрещается купаться без представителей служб спасения и медработников. Купаться детям без присмотра взрослых. Нырять в воду непосредственно со льда. Распивать спиртные напитки и окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что при определенных заболеваниях купаться в проруби противопоказано. Соблюдайте данные правила, и тогда купание в крещенскую ночь будет безопасным. А на сегодня это все. Хороших вам и безопасных выходных. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. А мы всегда на связи. Наш номер 101. Единый номер вызова экстренных служб 112. И в завершении рубрика «Безопасность глазами детей». Чтобы купание безопасным было в ночь крещенскую, нужно правильно купаться, слушать слова детские. В проруби купаться можно, только очень осторожно. С головой ты не ныряй, окунулся – вылезай. Скользкий лед всегда опасный, не раскудьте понапрасну. Обувь стойку уберите и из воды не спеша выходите. С берега прорубь не ныряй, того, кто рядом, не толкай. На прорубь всем по одному, не навредите никому. Крещенскую прорубь не стоит нырять, ты можешь сознание вмиг потерять. Если ты готов купаться, значит, надо закаляться. Душ холодный и зарядка, и тогда пройдется гладко. Соблюдайте правила безопасности во время крещенских купаний. Редактор субтитров А.Семкин